Свяки! Друзья, всем привет! В этом видеоролике расскажу вам, что можно привезти из Литвы. Если вы в Литву приехали как турист, то все, что я расскажу в этом видеоролике, вы можете приобрести для себя. И также купить это и привезти на подарки своим родным и близким. Самый узнаваемый символ Литвы это янтарь. В ювелирных лавках продаются различные украшения из янтаря, статуэтки, картины. В общем, там можно приобрести все это различных цветов и форм. Натуральный минерал не имеет запаха, если его нагреть, тогда он только пахнет хвоей. Также он не реагирует на ацетон и его невозможно поцарапать. Янтарь не только завораживает своей красотой, но он и полезен для здоровья. Помимо того, что он стимулирует различные органы, он еще заживляет раны и порезы. Наукой доказано, что это все не мифы и в Литве янтарь является литовским золотом. Следующий это литовский лен. Страна славится своим производством льняных изделий. Именно в Литве на протяжении 4 веков выращивают и обрабатывают лен, создавая экологически чистую, практичную и гипераллергенную ткань. В Литве находится единственная фабрика в Европе по производству льняных материалов. Поэтому люди из соседних стран приезжают в Литву пошопиться. Следующее, что можно привезти из Литвы, это деревянные изделия. Литовцы очень любят вырезать из дерева различные статуэтки, игрушки, брилки и сувениры. Часто такое хобби у литовцев передается из поколения в поколение. И люди в домашних мастерских изготавливают вот такие красивые деревянные изделия. Помимо красоты это еще экологично. Это все из натуральных материалов и не вредит здоровью. Из Литвы можно привезти изделия из шерсти. Перед Рождеством на местных ярмарках появляются различные изделия из шерсти и из трикотажа. Все это ручной работы вы можете приобрести и шаль, и варежки, и шапочки, и носочки. Изделия очень яркие и оригинальные, с колоритным местным орнаментом и узорами. И что примечательно, что все эти вязаные изделия, будь то игрушки, либо какие-то носочки, они все сделаны в одном экземпляре и будут неповторимы. Из Литвы стоит привезти кожаные изделия ручной работы. К примеру, такие как кошельки, портмоне, косметички, сумочки. Все эти вещи качественные, красивые и интересные. Из Литвы обязательно привезите косметику. Здесь существует производство косметики из натуральных ингредиентов. И также на территории Литвы очень сильно поддерживается качество товаров. Местный бренд в Литве, который производит натуральную продукцию, это Блок Лаборатория. Они производят такие средства, как зубные пасты, какие-то ополаскиватели под брендом Экодента. И средства для ухода за кожей, телом, для волос, для мужчин и для женщин, это Маргарита и Килик. Вся продукция из этих брендов, из максимально натуральных ингредиентов, и также у этих брендов не очень высокая цена. Литва это страна с собственным производством мясных, мучных, молочных изделий и сладостей. Поэтому это рай для гастрономического туризма. Традиционный торт Шакотис. Обязательно попробуйте сами и угостите своих друзей и родственников. Этот торт визитная карточка. Он присутствует на всех праздничных мероприятиях и на свадьбах. Издавна этот торт готовили только по важным событиям. Сейчас же его можно купить в любом магазине или кондитерской. Его уникальность стала не только в оригинальном способе приготовления на открытом огне, но и замечательный вкус и необычный вид. Из Литвы обязательно нужно привезти шоколад и конфеты. В Литве есть две фирмы, которые производят сладости. Пергаль и Рута. Литовский шоколад может побороться с бельгийским. Литовский шоколад имеет огромнейший ассортимент. Он бывает и темный, и молочный, с различными вкусами. И фруктовыми, и ягодными. И также есть шоколад с очень необычным вкусом. К примеру, со вкусом свеклы. Либо есть плитка шоколада со вкусом лепестков роз или пыльцы. Литовский шоколад и конфеты можно приобрести в презентабельной подарочной коробке. Также есть коробки, на которых изображена символика Литвы. Обязательно на пробу и на подарок это литовский сыр. Литва славится молочной продукцией. Из таких знаменитых фирм это сыр Джугас, это сыр Лилипутас, Рокишко, Сваля. Поэтому идите в магазины, спрашивайте у продавцов, либо просто читайте, чтобы производитель был Литва. Обуалю Сурис. Яблочный сыр. Так называют темный тягучий мармелад ручной работы. В него часто добавляют орехи и сухофрукты. Его вкус сложно с чем-то сравнить. Он неповторим. Следующее это мясные деликатесы. В магазинах, на рынках, на местных ярмарках вы можете увидеть огромнейший выбор мясной продукции. Различные копчености, колбаски. Пробуйте все. Выбирайте то, что нравится вам. Но я вам советую попробовать скиландис. Все туристы хвалят литовский хлеб. Это действительно так. Он очень свежий, качественный, вкусный. И вы можете попробовать его с различным оригинальным вкусом. К примеру, с тмином. И на полках в магазинах огромный выбор литовского хлеба. Нужно очень много времени, чтобы весь его перепробовать. Также Литва выпускает качественные настойки, ликеры, пиво, десертное вино из ягод и алкогольный медовый нектар. Археологи считают, что медуз, алкогольный медовый нектар, производили еще до Рождества Христова. Его состав это вода, липовый или цветочный мед, это дрожжи с добавлением различных соков. Алкогольный напиток золотистого цвета и разнится по крепости. Также у него разные вкусы. Для изменения вкуса в него кладут ягоды, растения, а иногда даже дубовые желуди. Литовские крепкие алкогольные напитки любят за оригинальный вкус и за интересную историю. А литовское пиво по вкусу и по качеству не уступает чешскому. Все это связано с тем, что в Литве очень чистая и мягкая вода. На этом мой видеоролик подошел к концу. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки, обязательно напишите в комментариях, может что-то я упустила. Напишите обязательно, что еще можно взять с собой из Литвы, либо что можно попробовать в Литве. Ну а мы с вами увидимся еще в новых видеороликах. Всем всего хорошего, висогяройки! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok